привет наташа спасибо тебе же ты там не из беларуси техподдержку делала потому что мы проводили вебинар по вдохновение мотивации и ты очень мне помогла и как раз федор приехал но к сожалению наш второй компьютер не очень хорошо знал и надо было сразу включиться и поэтому мы некоторые вопросы пропустили а ты наверно все вопросы посмотрела его сейчас я как раз таки готовим мы видео приложение для тех кто у нас был на вебинаре и ждал от нас еще и про переплетенные пальцы там какой палец внизу какой у них тип должен быть и взаимоотношений личных с людьми на что обращать внимание и какое взаимоотношение самим собой эти пальцы имеют это тоже там будет вот сейчас в виде видеоприложений а твое впечатление какое у меня впечатление я первый раз как бы на расстоянии помогала я не могу себя назвать там таким технически подкованным человеком но все получилось и был такой момент смешной когда человек стал звонить и ты тоже мышку схватил и начал там управлять и и я тоже мышку держу и ты не знал как переключиться с комнаты на skype и камера выключилась это было сложно а там же не видно что мне пришлось даже звонить феде по вайперу и говорить ему скажи скал хасаи чтобы он оставил мышку мышку оставил это было смешно немножко тот момент какой важный дело в том что в этом видеопровожение для тех которые были на вебинаре вот те которые оплачивали вебинар и которые ждали конкретно конкретно какие там будут приемы а я там много очень рассуждений давал давал очень много рассуждений отвлекающих моментов было много вебинар то шел три часа подряд а ты еще потом когда смогла включить наконец когда он выключился автоматически еще раз и мы там дописали окончание и все склеивали потом вот мы с владом очень много он работал молодец такой ваталов а он там очень много работал тоже склеивал и теперь по той же ссылке там стоит склеенные склеенный весь вебинар и любой желающий по этой ссылке кто был участником может пока посмотреть там висит по той же ссылке очень много задавали о руках вот но федя первый раз читал комментарии и просто я по своему опыту я скажу молодец честно можно тебя перебить и вклиниться обстоятельства очень сложные технически сложные были обстоятельства федор тоже молодец это просто мы как-то хорошо сработали несмотря на эти вот стрессовые ситуации я как раз об этом и хочу сказать сейчас тебе что посмотри как получается все таки вас мы владеем этими знаниями владеем элементами ключа все таки мы это смогли сделать вот это очень важно и чтобы все посмотрели что несмотря на обстановку несмотря на вот эти неожиданные переключения мне там за что писали а вы так очень себя так хорошо ведете так смысле такого равновешенный они даже не знали как я сильно переживаю там был такой вопрос александр задавал наш участник школы такой вот такой замечательный участник он всегда подмечает важные моменты и он сказал а там же был такой вопрос он задавал а у вас что стрессов не бывает и и всегда ли ключ помогает и как вы с этим справляетесь надо же говорит было это ответить на этот вопрос я хочу с ним завтра тоже вот такую встречу сделать чтобы поговорили вчерашнем вебинаре потому что это очень важно конечно у меня бывает стресс и как и у любого человека и конечно я тогда бывает пользуюсь приемами ключа сейчас как раз пользуюсь случаем я хочу сказать какими я например знаю что в момент когда возникает неожиданная ситуация человек реагирует каким образом и напряжение возникает напряжение возникает и для того чтобы быстрее его сбрасывать надо идти по этому пути надо напряжься сильнее потом сбросить еще раз напряжься сильнее еще раз бросить напряжься и раз и она отпустила и ты уже можешь переключаться а второе как я переключаюсь я иногда переключаюсь на любимое дело я там рисую или там книгу дописываю еще что-то делаю но в жизни в жизни вот потому что у нас школе человек будущего ведь мы как раз таки пытаемся объяснить что вам надо больше открывать своих талантов и даем эти приемы чтобы как раз таки человек любимым делом снимал стресс любимым делом а еще очень важно что я хотел тебе сказать что как раз таки по перечню этих вопросов которые там сегодня я просматривал там как раз я вижу что вот эти отвлечения которые происходили на философствование например и когда люди ждут конкретных приемов а их можно там увидеть если просмотреть внимательно но некоторые не привыкли же так внимательно ждать три часа идет подряд вот это вот они хотят вот вот дайте еще как даже 24 поля что у нас немного необычный формат такая манера изложения что люди не всегда новички особенно не всегда понимают что то что ты говоришь что ты уже начал приемы давать и справа приемы поэтому все то и дело приема приема уже идут ну да правильно те которые знают уже механизмы этих приемов они понимают что я уже о них и говорю но но человек который первый раз зашел и второй раз он еще не в курсе дела он думает что прием это что такое это какое-то конкретное действие например если бы я показывал вдох выдох а ну тогда понятно или например вот я когда сейчас сказал напрягся расслабиться это уже типа понятно а когда я рассказываю это вроде бы кажется просто вода просто вода но дело в чем дело в том что в этом приложении как раз я все это синтезирую коротком сжатом виде скажу об этих конкретных приемах всем которые их сдали и они их приложение получат что ты говоришь а потом получат приложение и смогут их увидеть и в вебинаре потому что твои вебинары это такое кино не на один раз вот я тут как-то смотрел какой-то фильм и там в комментариях пишут кино на один просмотр но вот твои вебинары это не на один просмотр и чем больше пересматривать тем больше там будут для себя открывается открывается но такая вот у нас история но в принципе в принципе я вот если вот оценивать по пятибалльной шкале наш вчерашний вебинар про творчество и мотивацию по вдохновению и как создавать мотивирование свое я его оцениваю на троечку не на пятерку ну так скромно скромно вот почему я к себе объективен скромно вот к чему дело в том что новички пришли они постеснялись выходить с вопросами я был настроен на то что выходит человек с вопросом я ему отвечаю тут же показываю он тоже делает у него получается не получается я добавляю что не получается и он учится а поскольку никто не входил то я эти три часа и говорил вы же в чем дело ну понимаешь вопросов которые если бы я находилась рядом я бы прочитала но я не хотела мешать засыпать нашего федора смс-сообщениями в вайбере вот чтобы получилось в этом отношении поэтому любопытный человек любознательный а почемучки только становятся великими любознательный человек просмотрит еще раз и увидит ответы много-много ответов он увидит там потому что там очень много интересных вещей было сказано из того что о чем спрашивали ты все-таки на эти вопросы ответил да конечно ну не мой отчет же о моей жизни правильно так вот например я еще в конечном итоге сейчас скажу вот перед прощанием с тобой сейчас данный момент я тебе сейчас скажу вот я сидел это пример личные для всех тоже будет интересно вот я сидел думала своем думала своем все так течет легко мягко свободно там и в этот момент в этот момент раз ты позвонила и говоришь хотела задать вопрос и у меня сразу раз напряжение то есть к мыслям которые у меня текли это пример пример я рассказываю чтобы все обратили на это внимание это у всех так у каждого к мыслям которые у меня текли и свобода да когда я был занят просто своим делом а в адаптированной ситуации и вдруг вдруг сигнал где мне надо подумать подключилась напряжение то есть эмоции подключились эмоции подключились и тут же включилась вегетатика у меня же сосуды после операции шеи парохлят и я как индикатор сразу чувствую адреналин пошел и как я это чувствую через то что сразу то что я думал спокойно сидел вдруг все как-то сбилось сбилось как на экране телевизора бывает это пошли полосы да вот это вот когда в электричестве перебои происходит да сбилась и мне надо было снова восстановить нормальный порядок мысли я вот так напрягся и в этот момент когда я напрягался внимание в этот момент когда я напрягался я в точку высоты этого напряжения и вот в этот момент себе сказал отлично сейчас будет раз отпустил и уже другое настроение понимаешь вот оно как когда мысли текут свободно а потом друг включается неожиданная ситуация эмоции подключаются мгновенно растет напряжение мобилизованность готовность ко всему перенапряжение происходит зависание поэтому напрягся немножко а на пике напряжения сказал себе резко все будет хорошо вспомнил что все будет хорошо и сразу стало легко вот-вот-вот пускай все посмотрят на это и будут постепенно учиться кто не знает как это делать что на пик напряжения можно положить желаемое изменение это уже элементы плюс два ну-ну-ну-ну тогда я хотел бы с тобой попрощаться спасибо тебе наташи потому что мне сейчас там надо кое-каким делом станет очень важно но для всех наш вебинар положительный пример что можно вопреки всем обстоятельствам сохранять себе равновесие и делать свое дело а то некоторые люди не знали что такой шаблон условно говоря такое тоже существует они даже представить если не могли что оказывается можно неудобных условиях чувствую себя комфортно когда они это посмотрят посмотрят несколько раз и тоже на улице вот это очень важно давай до встречи разлива тебе до встречи на то спасибо